Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Чемпионат профессионального мастерства РИА Скиллз 2021 на Смоленской АЭС. Стратегическая сессия, разработка, дизайн кода города. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2102 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 1 января находится в плановом капитальном ремонте. За два дня февраля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более полутора миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 27 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошел отборочный этап чемпионата РИА Скиллс 2021. С 25 по 28 января прошли соревнования в компетенциях. Эколог, электроника, лабораторный химический анализ, охрана труда, инженерное мышление, каракури. От Смоленской АЭС в отборочном туре приняли участие две команды. Опытные участники, стеребряные призеры прошлогоднего чемпионата и новички. На Смоленской АЭС прошел отборочный этап конкурса РИА Скиллс по направлению инженерное мышление каракури. Каракури – это средство малой механизации, позволяющее оптимизировать производственные процессы и направленное на улучшение условий труда. Можно сказать, что каракури – это философия инженерного мышления, применимая в любой профессии, которая направлена на то, чтобы посмотреть на процесс по-другому. Отборочный тур состоял из двух модулей. Это тестирование знаний по ПСР и изготовление прототипа устройства каракури. Обе команды успешно справились с заданием и мы ожидаем, что они достойно представят Смоленскую АЭС на дивизиональном чемпионате. Всего в отборочном этапе чемпионата профессионального мастерства РИА Скиллс 2021 принимают участие 52 сотрудника Смоленской АЭС. Сегодня я принял участие во второй раз. Первый раз я принимал в 2019 году участие. Там занял третье место. Двухчасовое было мероприятие. Значит, что получилось? Получилось в целом собрать основные элементы. Конечно, нехватка времени связанная, возможно, опыта немного не хватает. А так, в целом, я считаю, что достойно выступил сегодня и планирую в дальнейшем совершенствоваться и выступать в следующих соревнованиях. Участие в этих соревнованиях дает возможность для профессионального роста и возможности самосовершенствования. Смоленская АЭС показывает достаточно достойно уже на протяжении четырех лет. Мы выступаем в РИАЛ Скиллсе, в Атом Скиллсе и дальше проходим на хай-тек. У нас есть и золотые медали, и медалисты. В чемпионате РИАЛ Скиллс я принимаю участие второй раз. И, несомненно, с каждым годом конкурсные задания усложняются. Я считаю, что с конкурсным заданием я справилась успешно. Планирую в этом году принять участие в РИАЛ Скиллс 2021, пройти отборочный этап и улучшить свои предыдущие результаты. В начале февраля станет известен состав команды, которая будет участвовать в следующем этапе – в пятом дивизиональном чемпионате профмастерства. 21 января в Центральной библиотеке города прошла стратегическая сессия разработка дизайн-куда города. Это новый проект Агентства стратегических инициатив, главный вопрос которого – как наш город должен выглядеть. Какая основная специфика Десногорска в сравнении с другими атомными городами? Какие возможны варианты общих цветовых оформлений города? Как сделать навигацию в нем удобный и понятный как для горожан, так и для туристов. Об этом организаторы семинара решили спросить у самих горожан – сотрудников муниципальных предприятий и инициативных жителей. Город смотрится серым. Я не хочу сказать, что тут нужно сделать павлина из нашего города, но может какие-то рисунки на домах сделать, посмотреть, разноцветные, какую-то символику может быть. То, что мы, слава богу, до нас дошло, надо сохранять, это наша история. Не надо все штукатуркой заделывать и рисовать, ну, грубо говоря, графти какие-то. А если есть в нашем городе такие места, их просто нужно приводить в порядок. Всего будет проведено несколько подобных сессий. Дизайн-группе предстоит услышать мнение о городе, также и представителей бизнеса и молодежи. Вся собранная информация поможет прийти к первому этапу проекта – разработке черновых эскизов, которые также пройдут через публичные обсуждения. А окончательное принятие дизайн-кода Десногорска планируется в сентябре текущего года. Финализировать мы будем уже вместе с администрацией, когда администрация должна принять некие правила благоустройства, вот эти визуальные правила того, как должен выглядеть город. Подобные решения этой дизайн-группой уже были воплощены в городе Рыбинске Ярославской области. Все информационные конструкции удалось привести к единому стилю, а именно к дореволюционному написанию. Это стало отсылкой к многовековой истории города. 29 января стартовал сбор заявок на участие в ежегодной отраслевой программе признания «Человек-года Росатома», целью которой является признание достижения лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства госкорпорации. По итогам 2020 года лучших планируют наградить в 58 номинациях по трем ключевым направлениям – дивизиональным, общекорпоративным и специальным номинациям генерального директора. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.